18 лекция курса Java Core, набор апрель 2013 и первая лекция модуля коллекции. Значит у нас коллекции 1. Java классический это IP называется Collections IP. В других языках, в общем эта тема называется коллекция, называется контейнеры. То есть идея в том, что структура данных позволяющая хранить много указателей. С точки зрения пользователя в чем проблема указателя? Если он указывал на что-то, а первая есть другая штука, то этот указатель, ну и себя, ref-raven new object. Если я пишу ref-raven new object, я теряю указатель на старый. Ну как бы раз, я должен указывать сюда. А этот объект всегда это GC. Единственное встроенное в язык, прямо структура данных, это массив. Такая штука, обеспеченным языком, я могу хранить массив. Если я тут массив, то я могу ref-0 поместить в какой-то new object, а ref-1 поместить еще раз new object. При этом получается, что я ссылаюсь, по сути дела, на кусок памяти, здесь у меня было массивно два элемента, это две ячейки, и я оттуда уже ссылаюсь, это нулевая ячейка, это первая ячейка. И получается, я ссылаюсь на что-то, что хранит ссылки на множество разных других штуков. Такие штуки называются контейнеры или коллекции, java-клазический коллекционер. Коллекции лежат, это где-то половина пакета java-utils. Но половина, потому что там также есть класс, например, date, data, time zone, временная зона, несколько типов данных для работы с календарями и всякие утилитарные еще совсем отдельные какие-то, parser, struct и так далее. В этом пакете также есть java-utils.com. Мы про него не говорим, там тоже содержится структура данных, но они все так или иначе как-то соотносятся с потоками. То есть они все потокозащищенные, у них очень разные странные характеристики, где надо прокрыть отдельно. Но здесь тоже половина этого пакета это многопоточные контейнеры, а половина это всякие примитивы синтронизации. Симафор, rent-land-lock, countdown-match, pool потоков. Ну а когда говорят collection API, имеется в виду непотокозасущенные коллекции, то есть половина вот этого пакета. Итак, второй момент, на что стоит обратить внимание. У коллекции есть два, в коллекции Java есть два, скажем так, разных подходов. Подход, с одной стороны, скажем так, это OP-подход. Это, собственно говоря, скажем так, что компилятор думает про структуру данных. Его интересует, кто чей интерфейс, какая иерархия наследования, кто абстрактный класс, кто конкретный класс. Это с одной стороны, сейчас нарисуемую иерархию. А с другой стороны есть, собственно говоря, товарищ Кормин. Что он думает? Собственно говоря, какая там структура данных. То есть это, скажем, из учебника по структурам данных, его больше волнует, с какой скоростью это работает. Какие операции у этого быстрые, какие медленные. Как это устроено внутренне, сколько оно потребляет памяти. И, соответственно, с этой точки зрения вообще неинтересно, есть ли у этого предок. Здесь это двусвязный список, то он двусвязный список. Как его ООПшники в стандартную библиотеку вписали, сколько у него там предкого интерфейса, вообще неинтересно. Итак, с точки зрения ООП, совсем грубый взгляд выглядит так. Да, есть схема, куда эти Ани должны выдать, где она в турбоксе уже лежит. Мы нарисовали, красивая, ладкая идея. Значит так, выглядит так. Это Rable. Это интерфейс. Под ним лежит. Это с точки зрения ООП. Под ним лежит интерфейс Collection. Под ним лежит Set и List. Также есть Map, но Collection не является его предком. А теперь пошли конкретные реализации. Да, я очень грубляю. Всего коллекции около 30-40 штук. Мы изучаем основные 10. Остальное может бегло в конце, успею за полчаса пересказать. Они используются реже. И их можно понять из-за этой общей диалоги. Итак, реализация. Это HashSet. Это уже класс. Вот это класс. HashSet и TrSet. Да, тут можно еще вставить интерфейс Sorted Set. Да, я пропускаю здесь ряд классов интерфейсов. Потому что их очень много на видео. Я самое важное делаю. У листов есть ArrayList и LinkedInList. И у МАП есть HashMap и Trimap. Тоже с интерфейс Sorted Map промежуточный. И поднимем Trimap. Так. Вот это уровень классов. Вот это интерфейс. Вот это классов. Соответственно, с точки зрения товарища Кормана, вот эта верхняя часть вообще не интересна. То, что поскольку в интерфейсе нет реализации, это просто объявление из сигнатуры методов. Корману все равно в то, что нам обещал. Ему интересно, как оно сделано все на самом деле. Вот. И с точки зрения теории алгоритмов не важно, что HashSet является обществом. Важно, как именно он работает. А с точки зрения ООП это, естественно, важно. Это порождает... Так, давай. Самые популярные вопросы на собеседовании по коллекциям. Пункт 1. Нарисуй херархию коллекции. Ожидается примерно эта картинка. Откуда следует вопрос? Да, вот примерно тут уровень абстракции примерно одинаковый. То есть Set, List, Mav это как бы между собой похожая по уровню штуки. То есть программист, когда думает хранить много чего-то, то он думает взять ему это, это или это. Вопрос. Если это примерно один уровень абстракции, то почему у этих есть общий предок, а почему Mav не является коллекцией? Когда вы рисуете иерархию коллекции, ошибка номер один – это Mav на смену этой коллекции. Это неправильно. Значит, справились, вы ее наследовали. Соответственно, вопрос, что такое есть общая у этих двух штук, чего нет у этого. Вопрос достаточно спорный, потому что, вообще говоря, скажем так, кое-что общее есть у всех трех. Например, метод Size. Возвращает размер. Метод из Empty. True, если пустой. То есть, в принципе, общий метод List. Но их немного. То есть, общих методов между Set и List больше, чем между этими. Вопрос в форме, ну вот так сделаем. Второй еще спрашивает. Хорошо, говорят. Он тут сорт. Что это сорт? По какому критерию сортирован? И почему лист, например, лист сорт? Если лист это ульяк массива, они все стоят по очереди. Почему нет сортов листа? И чем сорт это отличается от этого? Тут очень просто здесь в листе они сортированные по индексу. То есть, есть независимые штуки, например, юзеры. Я и колду в массив. Когда юзера колду в 12-м, я ничего не имею ввиду по отношению юзера. Просто он будет 12 или переношу в 15-м. Сортед здесь, это означает, что между элементами и сорта сет и сорта сет, и сорта сет. Между элементами, хранящимися в коллекции, есть какой-то порядок сам по себе. Я, по сути дела, этот порядок изменить не могу. Вот, например, если я в сорта сет буду помещать юзеров, я могу задать, чтобы они были ассортированы по возрасту. Я не могу положить юзера 12-м. Нет, он лежит там, где все, кто слева возраста меньше, все, кто справа, возраста больше. То есть, про сон. Почему вот хэш сет? Да, дальше пошли вопросы по реализации. Вот, если глянуть, то, с точки зрения товарища Кормана, хэш сет и хэш мап – это практически одно и то же. На самом деле, если посмотреть в СОРЦИ, то хэш мап честно реализован. Там, вот, какие-то пустыня, на 150000 кода. А хэш сет, где он через хэш мап? Внутри хэш сета есть маленькая хэш мапа, и они все передают им делать. То есть, на самом деле, с точки зрения Кормана, это практически одно и то же. Множество ключей хэш мапа являются хэш сетом. С точки зрения товарища Кормана, три сет и три мап – это тоже одно и то же. Три мап сложнее, поэтому три сета, внутри три сета есть поле типа три мап. И когда три сета что-то на, он обращается к три мапу. Три мап за него хренит элементы и вообще все делает. А эти две структуры данных различны. И дальше пошли вопросы по форме. Вопрос, у нас там будет так, лекция номер один. Сегодня это листы и много вспомогательного материала. Его аннотация, что как и пол справедливо реализовывать. Лекция номер два – это хэшированная структура данных, как хэшмак и хэш сет. Собственно, обращение к тому, зачем у каждого объекта есть метод хэш код. Собственно, хэш сет и хэшмак реализованы основе хэш кода, и, по сути дела, в объектах насилия специально для двух этих коллекций. И третья лекция – три сет, три мап. Собственно, с точки зрения структур данных. Интересно, почему тут слово «дерево» написано. А с точки зрения, потому что там внутри бинарное сбалансированное дерево поиска. Красно-черное дерево, товарищ Кормен, главарь Кэтаэнская там. Это с точки зрения Кормена. С точки зрения ООП нам неинтересно, как устроено. Нам интересно, что делать, чтобы этот класс заработал. Чтобы этот класс заработал – три сет и три мап – нам нужно дать либо интерфейс компарейбу, либо интерфейс компаратор. Там между ними небольшое различие. Либо компарейбу, либо компаратор. Это связано, значит, с три сетом и три мап. Соответственно, понеслись популярные вопросы. Популярный вопрос – это… есть один интерфейс. Он реализован фактически двумя способами. И начинается вопрос – в чем является между хэш-сетом и три сетом? Ожидается, что вы ответите, что, с одной стороны, три сета – это еще и сорта сет. То есть он импрометит дополнительный интерфейс, где она еще на обещании каких-то методов. А затем вы должны объяснить – все, они отличаются по скорости работы, по внутреннему устройству. Типичный вопрос еще – приведите ситуацию, в которой вы использовали хэш-сет, но не три сет, и наоборот – ситуацию, в которой вы использовали это, но не это. То же самое здесь, то же самое здесь. То есть как только появляется вилка, тут же спрашивают – это реальность программиста, что, с одной стороны, нужно выбрать одно из трех. Вот этот верх – это уже ерунда, на самом деле. Но в жизни оно не надо, его для красоты сделали. Программист должен, с одной стороны, решить – ему нужен сет, лист или мак. У них принципиально разные свойства. А когда он выбрал – да, мне нужен сет. Сет – это неупорядоченная коллекция без публикаторов. После чего он должен сделать выбор, в какую конкретную реализацию брать – это или это. Соответственно, программист должен понимать, чем отличаются вот тут эти три сущности, а потом, чем две реализации. Сет отличается – две реализации листа, две реализации мак. Еще что нужно понять, что, с одной стороны, есть авторы GDK, такие OOP-шники, а с другой стороны, есть товарищ Форман. И товарищ Форман написывает, что конкретно на сегодня напридумывали. Структуры данных до сих пор продолжают возникать. В них, скажем так, нет особой логики. Это очень сильно похоже, наверное, на химию. Там, где логики нет, просто постоянно синтезируют новые соединения. Просто еще вот так изгорились и в машины, чтобы какой-то появился новый органик. Так и здесь. То есть конкретно в GDK добавили, например, в версии 6 или 7, skip list map, skip list set. Это структура данных, которую придумали в 90-х годах году. Хотя 50 лет до этого, в принципе, программировали уже. И как раз вот в 50-е годы программировали по-настоящему. Потому что памяти было мало, и приходилось очень сильно думать, как там разместить эти данные. Сейчас посудила буквально любая структура данных, и все нормально будет. А тогда приходилось выдумывать. Вот тогда был всплеск. Но до сих пор буквально каждый год придумывают новые штуки и вносят реально в учебнику и по теорию алгоритмов. И, с другой стороны, есть OOP. Вот это попытка построить иерархию, как-то их соотнести, что это два частных случая этого, а это частные случаи этого. Но суть в том, что иногда возникают такие дыры. То есть для этого помогает вот читать Кормана, потому что он четко обсуждает все структуру данных, что она придумывала, и объясняет, чего не хватает. Потому что с этой точки зрения, если человек очень быстро начал так с джаури, то он может, например, сходу не ответить на вопрос, примите задачу, в которой ни хэш-сет, ни три-сет нам не подходят. Нам нужен сет по всем свойствам, но ни то, ни другое нас не устраивает. Получается, вот такого просто джауриста он знает, что есть такие штуки у них свойства. А вот самому поставить задачу или предположить, то есть когда и это, и это плохо. Ну или эти два не подходят. Мы сегодня мы встретили задачу, когда эти два не подходят. Или эти два не подходят. Там нужна мапа, но ни это ни это не подходит. То есть тут возникает, ну, смотреть, то есть есть ряд задач, когда, по сути дела, джауовские коллекции нам не помогают. И в реальном программировании это возникает... Ну и тоже достаточно часто. Такие ситуации возникают раз в несколько месяцев. И вот тут фактически нужно, чтобы в группе людей или в компании был какой-то человек, который таки прочитал Кормана и посоветует, как хотя бы называется эта структура данных. Какой он там BD, дважды хэш-сет, там, бодесовский такой. Когда это вводят Google, Java, Open Source, Library, это название. Оно в бок выплевывает, мы заканчиваем, с таймером работает. Но если этого человека нет, то как бы... Да. То есть суть в том, что в GDK, на самом деле, структур данных не так по уши много. То есть может в 10 или даже в 100 раз, ну не в 100 раз, раз в 30 меньше, чем BIS на Кормане. То есть принципиально полно задач, которые GDK не решает. И должны сторонние библиотики. Есть еще верхний уровень понимания алгоритмов, но он в жизни крайне редко нужен. То есть только для мега новых крутых проектов. Это тот случай, когда фактически нужно для себя понять, на поставленную задачу существует ли принципиально такое решение. То есть мы сейчас будем смотреть, проходим вот дико-аннотацию, дико-аннотацию и дико-аннотацию. Это способ такой измерения стоимости работы со структурой данных. То есть насколько медленно она работает по сути дела. Где у нее кассетки. И, в общем-то, тут зачастую у нас есть выбор. Эта штука медленно работает на таких задачах, но быстро на таких. А эта, наоборот, ее комиссирует. То есть не такие пары выбора. Но можно найти задачу, на которой и это, и это структурный данных работает плохо. И вот дальше возникает вопрос, то есть возможно ли принципиально существование структурой данных, на которых эта задача выполняется. Но это обычно в реальных научно-исследовательских проектах, когда что-то очень серьезное. То есть как только вам говорят, что вот будет там 64 гигабайта памяти, все забиты какими-то маленькими циферками, там цены на акции. И вам надо очень мгновенно рассчитывать какой-то очень странный показатель. Там такой вопрос возникает. Ну, скажем, из принципиальных результатов, алгоритмы сортировки, построенные на сравнении, принципиально не могут работать быстрее, чем за n-логарифм от n времени. У Кормана это доказано. То есть алгоритмы сортировки, работающие на сравнении, принципиально не могут работать быстрее, вообще не могут. То есть, оказывается, что надо постоянно сортировать данные, то ваша задача, если вы это упрётесь, то даже в интернет-настрике нет более быстрых данных. То есть надо, приходится как бы откатываться и говорить, хорошо, тогда я сделаю как-то по-другому. Но это, скажем, высшее знание алгоритмов, которое для работы в Харькове, в общем-то, не нужно. Хотя, вот к нам вроде пришёл, кто там, этот, самсунг, да? 3000 человек будут набирать 1000 Харьков и 2000 Кубер. Ролик, они свои исследовательские задачи будут сбрасывать сюда. Может быть. Итак. Давайте разберём следующее. Пока останется. Итак. Что такое массив? Память современного, те компьютеры, которым пользуемся, называется фон Неймановская архитектура. Кто слышал, что это такая машина Тюринга? Нет, это не машина Тюринга. Машины Тюринга никогда физически реализованы не было. Это некоторая абстракция. Придумали вот так описать компьютеры. То, что мы имеем, это архитектура фон Неймана. Фон Нейман такой был гений математики. Он году в 46-м был послан в какой-то исследовательский центр армейский США. И его задача была посмотреть на то, что они там сделали, компьютеры. И он написал такой отчёт из страниц на стоп на Министерство обороны или Финтагон. И там написал, как у них устроен компьютер. Квадратиками, чёртовыми компьютерами. И поэтому архитектура называется фон Неймановской. Хотя фон Нейман к нему отношения не имеет. Разрабатывали людей и пацанков. Сейчас затекают квантовые компьютеры. Пока они стоят по 100 миллионов долларов. У них будет всё по-другому. В фон Неймановской архитектуре, в общем-то, память представляет собой линейное адресное пространство. Это означает, что процессор видит память. Как, по сути дела, один здоровенный массив, можно так сказать. В котором адресация линейная означает, что это числа от нуля до 8 гигабайт. Значит, 8 миллиардов. А адресное пространство могут быть иерархические. Например, мой адрес. То есть, если я заключённый, можно сказать, что просто Головач номер 1572 сидит в камере 9776. Линейное адресное пространство. В реальности, пока я не заключённый, я живу в эротическом адресном пространстве. То есть, сначала указывают область, в ней город, в ней район, в ней улицу, в ней номер дома, в ней номер квартиры. Память современных компьютеров линейная. Когда вы выделяете в любом нормальном языке программирования, существуют массивы. Массив, это, по сути дела, вам наделяют просто кусок последовательных ячеек. И вы имеете указатель на его начало. Вот эти ячейки ваши. Тут ваш массив. Это приводит к следующему. Пункт 1. Вы, вообще говоря, размер массива изменить не можете. Потому что это просто кусок памяти. То есть, память не умеет сжиматься. Вам вручную придётся, если вы хотите выкинуть ячейку, вам вручную придётся весь хвост скопировать сюда. Просто, ну, в современной микросхеме памяти у них нет такой инструкции, как выкинуть ячейку. Вот. С другой стороны, вы не можете её увеличить. Одна из проблем, то есть теоретически, наверное, можно было бы извернуться. То есть, почему нельзя было выкинуть в C++? Потому что у них если ты выделил память, то массив выделяешь, и фактически вырезает кусок памяти. Его нельзя увеличить, потому что, возможно, сзади уже кто-то расположился. Или не расположился. Или располагается прямо сейчас из другого потока. Поэтому, в общем-то, решили, что у массива нельзя увеличить размер памяти. В Java, вообще говоря, спецификации ничего не сказано, но все нормальные уморщики мусора являются копирующими. То есть, когда мы имеем ссылку на начало массива, Гарбыч коллектор, когда ему надо. Вообще говоря, вот он как-то блокирует поток, если какой-то вот есть. Ну, вешать какую-то штуку, потому что если ты хочешь обратиться, ты блокируешься. Потом переносит эти данные в то место, в которое надо, и меняет этот указатель, перебрасывает. То есть, вообще говоря, в Java массивы могли бы, по крайней мере, уприняться. То есть, вообще говоря, в Java все уже заточено по то, что, раз можно в памяти перемещать массив, то если бы я хотел массив увеличить, его могли просто найти в больший кусок памяти, данные скопировать, фактически сделать внутренний системы RayCopy, и добавить туда еще. Но решили это не делать, скорее, по историческим причинам. В C++ это невозможно принципиально. В C++ и в C. Там есть понятие адресная арифметика. У них есть фактически прямой доступ к адресу объекта, и они могут рассмотреть это как число. Поэтому их принципиально можно взять адрес начала массива, привести его к лонгу и хранить. И они вообще ожидают, что, если в другой раз повторить то же самое, получу тот же самый лонг. Ну, например, в Java нет адрес на арифметике. У нас нет понятия адреса объекта. Когда я пишу object ref равно new object, то с этим ref я ничего сделать не могу. То есть C++, по сути дела, я могу ref привести напротив to и получить int. Более того, этот int имеет глубокий смысл. Это, по сути дела, адрес объекта. Java такого нет. Но, скажем, скорее по историческим причинам решили, что размер массива меняться не может. То есть можно было это сделать, но решили не делать. Итак, чем хорош массив? Тем, что зачастую людям нужна такая штуковина, где была вот индексная адресация. Я говорю, что есть нулевой объект, это в власти. Первый объект там Федика. Третий объект там. Второй объект в Маме. В реале случая это имеет смысл. Например, у меня есть группа людей, я хочу их отсортировать. О, да, это командир, это заместитель командира. То есть если убивают, то следующий занимает его место. Это не всегда имеет смысл. Например, если я просто рассматриваю всех пенсионеров в Украине. То есть, вообще говоря, сказать, что кто-то из них является тысячным, а кто-то является десятитысячным. Но, как бы, между ними, по порядку нет. Для меня это пенсионный фонд, я просто плачу им пенсию. То есть для меня критерий выбора, например, выбрать всех шахтеров, выбрать всех старше 70-ти лет, выбрать всех женщин. Идея в том, чтобы кто-то был тысячным, она, ну, можно искусственно повесить их в массив, но это ничего не даст. То есть все черные пенсионеры не имеют смысла. Но в реале случаев нам все-таки хорошо представлять, что у нас есть какая-то последовательность, и вот тут оно одно за другим лежит. Яркий пример – это действительно члены небольшой группы, я их отсортировал по какой-то у них порядок. Порядок дежурства. Я, значит, начинаю с нулевого, потом первый, второй, третий, четвертый, пятый. Так, я о чем? Листы – это обобщение массивов. У них доступ к элементу по индексу. Сеты и мапы, у них нет понятия индекс. В принципе, то есть в сете нет такой операции, как положить двенадцатый элемент или взять пятнадцатый элемент. Вообще не пойдет пятнадцатый. Это как бы толпа. Итак, листы предоставляют те же самые операции, которые хороши у массива. Что у массива хорошо? Что это последовательность элементов, упорядоченная. Уже у них есть индекс. Нулевой, первый, второй, третий, четвертый, пятый. И есть возможность записать ячейку и прочитать из ячейки. И неудачные, те же, первая, третья, третья, шесть, 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 шесть. И неудачный элемент. Ирина Собережи на метро. Ирина Собережи на метро. Интерфейс лист extended коллекцию, которая extended в коллекции. Коллекции это всякие штуки, которые рассматриваются как совокупность штуковин. Вот вообще методы, которые есть и у листов, и у сетов, и у всех реализаций. Ну, совсем кратко. Можно спросить, сколько в ней штук. Можно спросить, пустая она или нет. То же самое, чтобы взять сайз и сравнить его с нулем. Можно спросить, есть ли в данном контейнере такая штуковина. Ну, например, у массива такого метода нет. То есть у меня есть массив юзеров, я пришел со своим юзером, я не могу прямо у массива спросить, есть ли такая штуковина. Лист является коллекцией, у коллекции такой метод есть. Он реализует, он работает плохо, но он уже действует. Да, еще надо понимать, что, по сути дела, есть три размера контейнеров. Первое, это, скажем так, вот, бытовые числа. Количество, это, скажем, 10, 5, 10, 20. Количество пальцев на руке, количество студентов в группе, количество товаров в корзине покупок. И там, по сути дела, все равно, какую коллекцию использовать. То есть, когда речь идет о 5 элементов, скорость не имеет никакого значения. Есть коллекции большие. Это, скажем, больше 100 тысяч ревентов. Все товары в интернет-магазине. Все пенсионеры Украины. История всех покупок, всех продаж в каком-то супермаркете. А есть числа средние, примерно 1000. И суть в том, что, вообще говоря, для средних чисел 1000-10 тысяч. Тоже по сути дела, учитывая, что тактовая частота процессора, миллиард тактов в секунду, по сути дела, 1000-10 тысяч все равно, какой алгоритм использовать. Все работает хорошо. Но если эти средние числа случайно друг на друга умножаются, получается сразу большое число. Как только, допустим, у нас есть 1000 покупателей, есть 1000 товаров. И мы почему-то решили найти такую пару покупателей товаров, которые обладают каким-то волшебным свойствами. Мы решили устроить такую акцию. Всем людям, фамилии которых перестановкой букв могут получиться в названии товара, мы дарим по одному экземпляру такого товара. То есть он дешевле 100 баксов. Ну как устраивает кафе всякие. Все выполни рождения, скидка. Глупая акция, цель которой только одну. Шум. В данном случае мы берем всех покупателей на все товары. Флот у нас умножается. Получается, что матрица количество ячеек 1000 на 1000. Если покупатели у нас 10 тысяч, товаров 100 тысяч, то флот получилось миллиард пар. И вот тут надо внимательно сидеть за алгоритмом и знать, как реализуются, в общем-то, все эти методы примерно. Потому что если случайно получится перемножение, а еще тут уже третья степень, четвертая, все возможные комбинации пар товаров и пар покупателей, то получается числа уже, которые сфере они. Никуда не летят. Так. Дальше. Любая коллекция превращается в массив. У любой коллекции с методом Туарей, который превращает ее в массив. Есть вот такой метод. Здесь косоватые дженерики Джави сделаны очень-очень криво. Их добавляли очень поздно. И очень много вот таких странных аномальных вещей. По два метода Туарей. Один изучает массив обжеков, другой массив дженериков. Коллекция герифицирована вверх. В дженерике я кратко объясню, что имеется в виду коллекция. Так. Потом уже добавить элемент. Не по индексу. Просто добавить. Если это листы, имеется в виду конец. Можно удалить объект. Даешь объект, оно говорит, изменилась коллекция или нет. Если удаляю объект, которого не было, то метод возвращает false. Если делаю remove объекта, который был, его удалили, возвращается true. Можно спросить у любой коллекции с методом contains all. Если я дам ей другую коллекцию, она говорит, входят ли все элементы этой коллекции в мою. То есть является ли та коллекция подможеством моей коллекции. Я abc, мне дают ab. Contains all. Да. Я abc, мне дают abc, мне дают be. Contains all. False. Б содержу, е не содержу. Можно все добавить, можно все удалить. Да. Здесь хочу обратить ваше внимание, что эти методы, по сути дела, подарены нам теорией множеств. Значит, одно множество с элементами abc и другое множество с элементами bce. То в теории множеств есть понятие. Есть понятие пересечения множеств. Это те элементы, которые есть и в a, и в b. То есть это будут b и c. В нашем случае это метод, наверное, retain all. Я подозреваю, что это оставит в данной коллекции все те элементы, которые есть в этой коллекции. Есть объединение. Это все элементы, которые есть. То есть если что-то есть хоть где-то в одной коллекции, оно попадает сюда. То есть это a, b, c, d. Да. С точки зрения математики множество не могут содержать дупликатов. Ровно как в коллекция java kill set. В нашем случае это будет, если я в set вызываю метод add all. Я в данную коллекцию добавил все элементы той коллекции. И тут у меня возникает вопрос, то есть если я возьму какой-то set и сделаю, к a сделаю b добавлю, то у меня будет a, b, c, d. А, b, c, d. Потому что set, java kill set, не может содержать дупликатов. Он не может дважды содержать, не может содержать дважды b и c. Если же я возьму лист, то в таком случае метод add all будет содержать a, b, b, c, c, d. Потом remove all, это с точки зрения теории множеств разница. Из a вычесть b. Это те элементы, которые есть a, но в которых нет b. То есть останется только a. Давайте посмотрим кратко это на примерах. Вот, я делаю коллекцию. вводим, что нужно рыв has started, комп李 horses constitution over 10 плюс, это а вводим а. Это будет a. РАВНО НЕЕМ! РВ mot NinjaTist. Проводим еще а? Приш aquele стиклируем строками. Это А, теперь я А добавлю, я буду там добавлять на А, по рецепту. Теперь я делаю то же самое, у меня будет коллекция В. Подобавлю В, С, Д. А теперь я беру и А, белую А, С, У, Б. А, понятно, да. Класс. В данном случае хитрость в том, что, например, я взял листы, а листы, как бы я не хотел, уже содержит порядок. И поэтому получилось, что у меня добавление четко добавило в хвост. Сначала первое множество А, В, С. Потом второе, В, С, Д. В чем заметить, что у нас появились дубликаты элементов. У нас В и В хранится, В хранится два хлиста, и С хранится два хлиста. Если бы я взял вместо рейлистов, например, кэш-сеты, А, вот здесь происходит то, что называется программировать в интерфейсах. Имеется в виду, что это общая практика программирования. Искаем одна из вещей, для чего, собственно, реабжали используется интерфейс. Идея в том, что, да, когда я пришел в конструктор, я обязан указать точный класс. Я обязан указать имя класса, который я дистанцирую. Но потом тут же рекомендую, буквально вот так, привести к максимально общему интерфейсу, который меня еще устраивает. Но я хочу вызывать методы add, поэтому привести это к object меня не устраивает. В object есть метод toString, это хорошо. Но нет метода add и нет метода add all. Поэтому вот тут написать object меня не устраивает. Но я могу взять arraylist, я могу написать прямо arraylist. Но меня, в принципе, устраивает даже list. Меня, в принципе, устраивает даже collection. Поэтому я тут же привожу collection, и это приводит к тому, что я легко могу заменить реализацию. То есть вот я легко arraylist меняю на хэше, а код полностью остается работоспособным. С точки зрения компилятора все продолжает компилироваться, потому что это корректный предок вот этого. Я просто взял другого потомка. А везде работаю с предком. С точки зрения того, как это выполняется, в общем-то разница. Обычно два потомка одного интерфейса, если им применят, имея общего предка, это на кого-то обязательство, чтобы мы были похожими, вели себя так, как наобещал предок. И вот тут дальше начинается проблема, потому что символ все вести абсолютно идентично, непонятно, зачем платить потомка. Конкретно, если мы меняем arraylist на хэш-сет, делаем addAll, у нас получается вот такая штука. Я о чем? Все продолжает компилироваться, потому что мы два разных потомка одного предка. Поэтому компилятор говорит окей. Вы вызываете только методы, которые... Метод add есть и у хэш-сета, и у arraylist. С точки зрения синтеза. С точки зрения семантики, метод addAll мы по-человечески делать примерно то же самое, но ответ другой. Но потом у нас и два разных предка. Почему такой ответ? Первое. Сеты не содержат дубликалов. Поэтому у меня тут, хотя я в коллекцию из трех элементов добавил коллекцию из трех элементов, у меня получается не шесть элементов, а только четыре. Сет автоматически поддерживает уникальность. И, в общем-то, любой наследие интерфейса сет должен обеспечивать это свойство. Но, опять же, компилятор это заставить не может, дальше просто по-человечески. Второе, что интересно, тут никакого определенного порядка нет. Суть в том, что в чистом виде наследник сета не обязан гарантировать никакого порядка вообще. Ни порядка добавления. Когда мы брали листы, у листа есть внутренняя индексация, хотя я и не пользовался. Я делал метод add, он добавляет в конец. Но автоматически я сделал, у меня лист получился a, b, c, а потом в этом было b, c, d. Сеты не обязаны обеспечивать никакого порядка. Нет, понятно, что какой-то порядок внутри будет. То есть, вообще говоря, по правде, каждый раз, когда я делал println, будет один и тот же порядок. Они в принципе есть. Да, но он обусловлен, никакого правила на это нет. Вообще говоря, они порядок могут менять. Просто это тяжело было, при каждом принтовании новый порядок придется. Вариант тренинг это штука получается, она перестраивается. Какая память не хватает, она их там ну так перекручивает и порядок меняется. Если я сделаю sorted set, с одной стороны он является set, значит он опять обязан обеспечивать уникальность. С другой стороны, поскольку 3 set, я возьму 3 set, это еще и sorted set, то он обязан обеспечивать порядок. То есть, сет, смотрите, между не обеспечивать порядок и обеспечивать беспорядок, это разные вещи. Он просто не обязан гарантировать порядок. Но может. Если ты стал sorted set, тогда я обязан гарантировать порядок. У тебя просто появляется качество. Сorted set, если я займу hash set на 3 set. У меня появится порядок. Он лексикографический. Лексикографический. То есть, это не порядок добавления. Делаю B, A, C. Он их сортирует по алфавитам. Лексикографический порядок. A, B, C, D. Большие стоят, наверное, раньше, чем маленькие. Да. В чем отличает большие и маленькие буквы? Большие стоят у него раньше. Ну, как у вас тип? А, B, C, D. Хочу обратить внимание. Если мы берем ArrayList, у него есть порядок. Но этот порядок совпадает с порядком добавления. B, A, C. Вот они. B, A, C. B, C, D. B, C, D. Служило. А? Служило. Получается 3 set или ArrayList. Ну да. Просто второй порядок. Вот тут порядок на экране совпал с этим. Потому что я добавлял в алфавитном порядке. А так он совпал. Если я их перемешаю, то поскольку это... Если это ArrayList, он устроит тот порядок, какой был порядок добавления. B, D, C. B, D, C. Если я беру хэш-сет, он мне по порядку гарантировать И MARK, Д, C, Д.